Довольно-таки часто у начинающих бегунов появляются вопросы, которые опытным бегунам кажутся крайне глупыми. Мы собрали 15 наиболее популярных вопросов о подборе беговой обуви и попросили ответить на них специалиста по биомеханике, профессионального именитого тренера и, конечно же, специалиста по подбору беговой обуви. Какие беговые кроссовки выбрать? Nike или Adidas? В принципе, любые. Абсолютно любого бренда, где у вас больше есть скидка, где у вас работают знакомые, какие вам понравились по цвету. Любые беговые кроссовки. Лучше выбрать Mizuno по любому кроссовке, потому что Nike и Adidas это слишком коммерция. При выборе кроссовок я вообще не руководствовался бы выбором бренда. Это все, что вот, кто, что лучше, Hyundai или Kia. То есть я о чем говорю? Что модель надо выбирать. Какая комфортная, какая подходит стилю, там, строению стопы, тот бренд и выбирать надо. А важна ли пронация при выборе беговых кроссовок? Пронация в принципе не важна. Это система безопасности. Ваша стопа работает с голенью в одной системе. Если вы бегаете давно, то неважно, какая у вас пронация. Так же, как неважно, какой у вас почерк. Это примерно одинаковая вещь. Если брать последние научные исследования, нет, неважно. Чаще всего стопа самостоятельно адаптируется к той нагрузке, которая происходит. Если же происходят какие-то изменения, то кроссовки это не лечат. А лечат только, собственно, активация правильной мышечной структуры. Производители вообще ориентируют разные свои модели на разные типы пронаций. Нейтральная гиперпронация или недостаточная пронация есть такой. Но я как тренер могу сказать, что желательно вообще-то работать над этим. Общеизвестно, что нейтральная пронация – это самый лучший вариант. Самый наименее травматичный. И вот изменить, если у человека имеется гиперпронация, это можно и, соответственно, перейти к более правильным кроссовкам. А можно ли бегать в кедах? Да, но недолго и недалеко. Раньше люди бегали и в кедах синих, и в кедах два мяча, и в подобной обуви. И ничего страшного не было. Но раньше они делали зарядку и закаливались, и укрепляли свой организм полноценно. Снизу доверху и в обратную сторону. Сейчас этого люди не делают. Сейчас они максимально зациклены на работу, иногда на семью, и на спорт остается очень мало времени. В кедах можно, более того, иногда и нужно, потому что это очень хороший тренирующий элемент, скажем так, как тренажер. Если говорить о кедах, как о минималистической обуви, я, например, начинал только в кедах в 79-м году, и мы о кроссовках узнали спустя года 3-4. Так что кеды – это хороший инструмент, но надо помнить, что все-таки стопы большинство людей не готовы к этому, поэтому применять их именно очень дозированно, а не как основной, не как основная обувь. Но если все-таки желание есть, это дань традициям, дань моде, и ты правда решил бегать только в кедах, отлично, укрепляй стопу, укрепляй передние и задние мышцы голени, и супер, дорога открыта. Можно ли бегать в кроссовках для баскетбола? Бегать в кроссовках можно абсолютно в любых. Неважно, синие они или красные, которые самые быстрые. Все зависит от того, насколько они подходят вам бежать в том или ином месте. В лесу или в городе. Неважно, какой бренд или какое направление спорта. Можно и в Берцах бегать, но если уж вы собрались бегать и серьезно заниматься, то все-таки надо покупать беговую обувь. Чем толще подошва, тем лучше для коленей. Это так? В какой-то мере да. Если только новичок, или есть какой-то избыточный вес, не совсем правильная техника, на первые пару недель, тройку, это поможет. Дальше нет. Чем толще подошва, тем больше вы получите вибрации под стопами, и будет эффект, как будто вы идете босиком по песчаному пляжу. Идти по песчаному пляжу тяжело. Стопа и мышцы голени будут еще больше стараться стабилизировать вас в ровном, максимально эффективном, экономичном положении. На самом деле, излишне толстая подошва на неподготовленные слабые ноги это еще большее зло, чем бег в тонких кроссовках. Тонкие кроссовки, по крайней мере, отобьют вам ноги, и дальше вы уже не побежите. А толстые кроссовки замаскируют весь этот стресс, и эффект будет на следующий день, когда ноги придут в себя и пришлют вам письмо, что парень, ты приехал. Обратное утверждение. Я объясню почему. Дело в том, что толстая подошва, конечно, амортизация, знак равенства. Но проблема в том, что человек, когда имеет большую амортизацию в беговой обуви, обградывает свои сенсорные ощущения. То есть его восприятие удара о поверхности снижено. И поэтому любой бегун, даже я, имеет тенденцию как раз ногу выставить вперед дальше, и, соответственно, получить удар по пятке сильнее, который передается напрямую через берцовые кости колена. Так что, я бы сказал, что это не всегда хорошо. А сколько в среднем живут беговые кроссовки? Кроссовки живут столько, сколько вы за ними ухаживаете, плюс-минус 700-800 километров, потому что эта дистанция примерно на линия честности брендов. Износостойкость прямо пропорциональна весу и амортизации. Если кроссовки максимально износостойкие, значит, у них более густая подошва по пене, и они жестче. Если кроссовки легкие, но при этом сильно амортизирующие, значит, внутри больше разряженного пространства, таким образом, кроссовок сомнется по пеноматериалу быстрее и закончить свою жизнь раньше. Сложно говорить какие-то прям официальные данные. Неофициально плюс-минус 500-600-700-800 километров. То есть все зависит от того, под какие скорости они рассчитаны. Если это тренировочные кроссовки, чаще всего у них километраж гораздо выше. Если это стартовые, тонкоподошвенные модели, у них очень ограничен километраж. Легкие амортизирующие кроссовки или облегченные соревновательные кроссовки живут 350-450 километров. Кроссовки стандартно-тренировочные, которые рассчитаны на регулярное использование, живут в среднем до момента интенсивной потери амортизации где-то 850 километров. У разных моделей разный ресурс, но, насколько я помню, когда я бегал и получал кроссовки бесплатно, то нам говорили там 800 километров примерно. Но опять же, если я получал 12 пар в год, бесплатно, я мог позволить себе бегать и меньше. На самом деле, опять же, зависит от того, насколько техника бега правильная, от массы бегуна. То есть более легкие бегуны имеют возможность и 2000 километров пробегать, и они не особый износ будут иметь. Так что, много разных вариантов. Ну, опять же, от 800 до 2000 можно принять за такой диапазон. Существуют ли универсальные беговые кроссовки? Если мы говорим про универсальные между скоростями, в принципе, да. Если мы не говорим про скорости быстрее 4-х минут на километр. Если мы говорим про кроссовки шоссе и трейл, то под легкий трейл тоже можно найти вполне себе универсальную модель. Под какие-то агрессивные трейловые забеги шоссе на модели категорично не подойдут. Универсальные беговые кроссовки складываются из понимания того, что вы в них делаете. Тренировочный процесс состоит из силовой работы, работы на объем и специальной работы на развитие скоростных качеств. В принципе, вы все задания можете делать в одной паре, если она плюс-минус не изобилует амортизацией или не слишком тонкая. Таким образом, в не слишком тонких кроссовках вы можете набегать большой объем, и не в слишком толстых кроссовках вы можете делать силовую работу, присед, выпады и так далее. Ну, это любой бегун сразу скажет, что, конечно, для разных поверхностей, для разных типов тренировок и соревнований есть разные кроссовки. Это как все равно, что универсальная резина или универсальная обувь для всех сезонов. Такой нет. Ну, можно ездить, конечно, на одних колесах круглый год, и по бездорожью, и по асфальтовому треку. Но, на самом деле, сами понимаете, это далеко не лучшая идея. Сколько стоят самые дешевые, безопасные для бега кроссовки? В принципе, их можно урвать тысячи за 3,3 500 в дисконте, даже в Москве, хотя в Москве очень высокий ценник на такие модели. В каталогах сегодняшнего дня основных, самых популярных брендов, которые представлены на рынке России, самые дешевые беговые кроссовки стоят 2300 рублей. Я не вижу большой корреляции в качестве кроссовок в зависимости от их цены. То есть, если коснуться себестоимости производства кроссовок, то она колеблется от 5 до 15 долларов за пару. Неважно, кто производитель и какие фишки и технологии там. Ну, за исключением, если там какой-нибудь кевлар в них. Просто цена – это маркетинговая составляющая. На модные кроссовки, которые получают больше рекламных бюджетов, она, соответственно, измеряется пятизначными цифрами. На более простые, соответственно, дешевле. Но лучше выбирать кроссовки по удобству и по соответствию вашему типу бега, типу постановки стопы. Любые беговые кроссовки можно исправить ортопедическими стельками. Нет. Категорично нет. Стельки предназначены для компенсации нагрузки, но не для какой-то обратной связи, испорченной обуви, истоптанной обуви, неправильно зашнурованной и прочее, прочее, прочее. Поэтому стельки чаще всего про какую-то незначительную недоработку стопы, но точно не про обувь. Нет. И да, и нет, наверное, стельками нужно вообще не увлекаться, потому что если нету явных показаний для применения, я веду речь о ортопедических стельках, то это как костыль. Если человеку костыль не нужен, то зачем его брать? Если он нужен, если, например, имеется боль, а стельки ее убирают, тогда да, тогда правда, но по сути дела да. То есть если ортопед рекомендует стельки, изготавливает, и они исправляют проблему бегуна, то их можно перекладывать в разные кроссовки, и будет эффект примерно сходный. А существуют ли специальные кроссовки для бега на пятку или на мысок? Есть ряд производителей, которые говорят о том, что их обувь предназначена к бегу на передний отдел стопы, но, в принципе, как показывает практика, если достаточно минимальный перепад относительно пятки и носка, он стремится где-то в рамках от 1 до 4 мм, то спортсмен может его одинаково использовать, такой модель, как под бег на пятку и на передний отдел стопы. Понятное дело, что чем толще подошва, тем более безопасно приземляться на пятку, плюс все пяточные, так называемые, бегуны имеют подошву толще, чем в передней части стопы. Легкоатлеты, то есть те люди, которые профессионально занимаются легкоатлетикой, не обязательно получают деньги, но разрядники или мастера спорта и выше, бегают в обуви, которые называются шиповками, и там в передней части стопы шипы, в передней части обуви, и как раз они для так называемого носочного приземления. Но если перенести это на кроссовки, то, конечно, чем более минималистичная обувь, тем более она способствует бегу с передней части стопы. А если я хочу пробежать марафон, нужно ли мне покупать марафонки? Вы можете купить марафонки для того, чтобы показать свой лучший результат на марафоне, который будет явно быстрее трех часов. Если вы бежите марафон медленнее трех часов, то покупать понятие марафонки вам нет необходимости. И на Западе нет понятия марафонки. Вся обувь делится на тренировочную и соревновательную. Это такой пережиток советского прошлого, который заявляет вам об вашей элитарности. Если у вас есть марафонки, и вы марафонец, значит, вы суперкул. Если у вас нет марафонок, но вы марафонец, значит, вы не суперкул. Можно ли использовать беговые кроссовки со штурками-резинками? Если мы говорим про бег как таковая отдельная дисциплина, то нет, категорично нет. Если мы говорим про бег в рамках триатлона, то на дистанциях суперсплинт, сплинт, олимпийка можно рассматривать. Даже если вы достаточно в новичковом состоянии находитесь, то лишние сэкономленные секунды на перебывании в транзитке вам помогут. Но на длинных дистанциях, либо просто беговых тренировках, резиновая шнуровка добавляет нестабильности по стопе. Она начинает крутиться в кроссовке, что сказывается на технике в том числе. Шнурки все-таки завязываются так, чтобы в средней части они были менее затянуты, а в верхней по оболочи фиксировали. И не знаю, насколько резинки этому способствуют, соответствуют. Я просто сам лично не использовал, но лично я бы не стал это делать. Да, это красиво, прикольно, но все-таки оставим прикольность для повседневной обуви, а все-таки для тонировки, наверное, лучший традиционный способ. Помогут ли мне кроссовки с карбоновой вставкой в подошве бежать быстрее? Ну, мы все в прошлом году убедились, что самые быстрые парни с темным цветом кожи, имеют вот эти все карбоновые кроссовки. Более того, были обновлены мировые рекорды на многих дистанциях длинных. Поэтому, скорее всего, да, карбоновая пластина улучшает скорость бега. Другое дело, вопрос этический и юридический. Насколько это применимо? Ну, давайте сделаем кроссовки с какими-то вот такими вот загогулиными, как бегают пара олимпийцы, пара атлета, да, у которых нету конечности. То есть, если уж мы соревнуемся в беге, то давайте соревноваться в беге, а не в каких-то технологических примочках, которые должны быть присущи, там, Формуле 1, например. Но бег – это естественное упражнение. Опять же, речь сугубо про скорости. Если мы говорим про только начало бега, нет, не поможет. Может вообще ни о чем, никаких там 4% может и даже не мечтать. Речь всегда идет про очень высокие скорости. Чаще всего это люди, которые бегут точно быстрее 4 минут на километр. И, соответственно, чем быстрее, тем лучше. Потому что это заходит уже диалог о том, насколько энергоэффективны затраты у них во время прохождения дистанции. А могут ли разные типы беговых кроссовок влиять на мою технику бега? Да, конечно, могут. Как показывает практика и, собственно, отдельное исследование ученых, что даже одинаковые модели обуви, в которых вы пробежали порядка 600 километров, и вторая пара была только что свежая, купленная из магазина, у вас поменяется и техника бега, в том числе, на несколько ближайших недель после перебывания. Абсолютно точно. Я уже говорил, что чем толще подошва, особенно под пяткой, тем больше она провоцирует бегуна совершать шаги более затянутые и чрезмерно делать выхлест ноги вперед. То есть толстая пятка – это широкий шаг, длинная фаза опоры и пяточные. Если наоборот, есть демонстрально противоположные случаи, то есть разуться босиком, и я скажу вам, бегите по асфальту, через несколько шагов человек будет бежать покороче, делать шаги, побыстрее фаза опоры и приземляться все-таки поближе к носочку. А какие беговые кроссовки самые быстрые? Красные. Красные кроссовки плюс 10 скорости, желтые плюс 7-7,5. В среднем зависит от производителя и от стороны, где вы их купили. Редактор субтитров А.Семкин